Русский театр Эстонии радует приятными известиями. Поговорим сегодня о детской премьере, о премьере детской постановки «Волшебная ночь» или «Когда оживают игрушки», которую можно будет увидеть уже в эту субботу. Ну и, конечно, обсудим победу театра в номинации «Лучший русский театр за рубежом» международной премии «Звезда театрала». У нас в студии художественный руководитель русского театра и режиссер спектакля «Волшебная ночь» или «Когда оживают игрушки» Филипп Лось и актер Владимир Антип. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, во-первых, конечно, поздравляем вас с замечательной премией. Расскажите, пожалуйста, что это значит «Звезда театрала», кто ее вручает, кто участвует в голосовании, каким образом она получена. Ну, есть такое одно из самых авторитетных театральных изданий России, журнал «Театрал». И эта традиция существует уже 12 лет, когда в течение нескольких месяцев в интернете идет голосование, причем голосуют зрители. То есть это такой большой, огромный приз зрительских симпатий, когда лучшего актера, лучший спектакль, лучший театр выбирают самые главные люди в театре, зрители. И там больше ста тысяч человек проголосовало. И насколько мы понимаем, большинство из них, конечно, это не жители Эстонии, то есть это именно те иностранцы, которые побывали здесь и сходили в русский театр. А так выходит? Я думаю, что да. Я думаю, что просто авторитет русского театра Эстонии, он достаточно высок. И многие, кто были в Эстонии в качестве гостей или приезжали сюда с какими-то деловыми целями, и, естественно, наши постоянные зрители, я думаю, что вот вся эта аудитория в результате проголосовала за то, что русский театр Эстонии – самый лучший зарубежный театр. С кем вы конкурировали? Вы знаете, если говорить «лонг лист», то там было нескольких таких крупных профессиональных театров из русского зарубежья, в том числе и русский театр Литвы. Но в результате финале в шорт-листе был один театр из Германии, один театр из Австрии и, собственно говоря, мы. Давайте перейдем к предстоящей постановке детскому спектаклю «Волшебная ночь» или «Когда оживают игрушки». Насколько мы понимаем, Владимир Антип там играет главную роль или одну из главных ролей. Ну и по традиции он никогда не приходит к нам в студию с пустыми руками, что символизирует игрушка в виде попугая и конфеты на сей раз. Да, гномики уже начинают ходить, поэтому это вам кофе. О, спасибо большое. Наши карельские конфеты. А это мой прототип – это попугай. Как его зовут? Ну, попугай его так и зовут. Попка-дурак. И он очень невристинический такой, психопатический, злобный, тревожный. Он очень симпатичный, зря. Потому что там сюжет такой, очень душераздирающая история, что они выброшены на помойку. Игрушки, да? Да, и вот поэтому вот с этого всё начинается. То есть ты чем-то напоминает мультфильм «История игрушек» популярную? Нет, я думаю, только отчасти, но просто когда я выбирал эту пьесу, действительно мне показалось, что это такая очень-очень человеческая история, выраженная в форме сказки. Потому что, конечно, человек, который вдруг оказывается не нужен, который вдруг оказывается аутсайдером, оказывается на обочине, как ему быть и как себя чувствовать, и как уцелеть в этой ситуации? Вот, собственно говоря, через эту сказку мы постарались нашим детям рассказать именно вот, ну как бы, подготовить их к этой ситуации и отчасти дать возможность почувствовать, что в этой ситуации всегда есть какой-то светлый, позитивный выход. Поэтому спектакль очень яркий, очень энергичный, и по сути мы постарались вот эту вот историю донести, ну, ещё раз говорю, через сказку донести человеческую, человеческую, понятную человеческую историю. Владимир, но у вас есть взрослые роли, драматические роли. Что такое для актёра играть в детском спектакле? Ну вот, что за прелесть эти сказки, сказал мой любимый Пушкин. Что за прелесть эти сказки. В сказках я играл с молодости, играл и Зайца Зазнайков, и Зайца Зазнайца, и Кея в «Снежной королеве», и Дровосека в «Принцессе Дровосека», и Волька Беналёша в «Старике Хатамыче». Ну, кого только не играл. И вот тут сейчас вот такого вот попугая тоже одна из главных ролей. И потом он становится хорошим, когда в него поверили, когда его полюбили, когда он стал нужным, а не выброшен доминиками. Тогда он стал добрым, и таким же вот удивительным, как... Детская аудитория более благодушная, более благодарная, может быть, чем взрослая. Да, детская аудитория, это удивительно. У меня вот до сих пор перед глазами стоит рыженький мальчик, ему лет пять, и когда я пошёл Дедом Морозом, а это 90-е годы, и разношу, тут две группы сидят, и там две группы. И одной группе я разною коробки серебряные, золотые девочкам, золотые мальчиков серебряные, там какие-то дорогие. А им роздал потом и до кулёчки такие, ну, как вот семечки, вот целлофановые, прозрачные, и там конфетки. Вот такие кулёчки просто. И в той группе, и вдруг мальчик вскакивает и говорит, так нечестно, так нечестно, так нечестно! Мне вот в той группе, почему им вот такие кулёчки? А чем такие? Ну, вот тогда родители, 90-е годы, вот это там, они... Там родители смогли, а здесь... И я думаю, а где же эти профессионалы-воспитатели? Ну, как же так можно вот надрывать эти сердца? Ну, вот как Ефтушенко писал, но будет мальчик, он снова явится и скажет праведное, вставай! Вот против этой несправедливости социальной. Ну, премьера этого спектакля «Волшебная ночь» или «Когда оживают игрушки» уже в эту субботу состоится в полдень, 12 часов. Ну, а что касается вообще того, что происходит сейчас в русском театре, то в течение декабря проходит ярмарка билетов. То есть, насколько мы понимаем, можно по особенно вкусным ценам сейчас приобрести билетов? Ну, это традиция русского театра. На самом деле, действительно принято делать подарки на Рождество, и русский театр не исключение. И всегда стремится порадовать своих зрителей, тех, кто может спланировать свой поход в театр заранее, или наоборот, тот, кто принял решение спонтанно пойти на хороший спектакль, может это сделать в рамках рождественской ярмарки, и это будет ему выгоднее. Какие еще мероприятия запланированы в русском театре для детей? Ну, вы знаете, в этом году так получилось, что у нас собралась такая целая новогодняя афиша, потому что и те спектакли там по прошлому и позапрошлому сезону, то есть планеты новогодних елок, и мороженые песни, которые полюбились зрителям, и те из них, кто по каким-то причинам не смог их посмотреть в прошлом году, или те, кто хочет привезти своего ребенка еще раз, имеют эту возможность, потому что эти спектакли и мороженые песни и планеты новогодних елок тоже в нашей декабрьской афише. Поэтому я думаю, что как никогда, наверное, вот в этом году в русском театре идут три новогодние сказки. Ну что, добро пожаловать в русский театр. А у нас в гостях были его художественный руководитель Филипп Лось и актер театра Владимир Антип. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Ну а от театра к музыке музыку послушаем и вернемся в студию через пару минут.